В многодетную семью Илюхиных, где растут семеро детей, скорая помощь приезжает часто. То простуды, то плановые проверки здоровья малышей. Теперь мама уверена, ждать доктора долго не придется. Машина есть и врач приедет вовремя, а не спустя 40 минут, как это случалось уже не раз. Мы живем очень далеко, на краю раздельной живем. Добираться туда пешком, только 5 километров в одну сторону. Мы сюда пришли пешком с детками. Поэтому спасибо большое за машину, потому что не всегда скорая помощь может приехать к нам. А думаю, что машина будет, теперь уже будет чаще приезжать к нам. У нас там много деток. Зная насущных проблемах медицинского персонала, сотрудники прокуратуры из собственных денежных средств сделали благотворительный взнос. Купили легковой автомобиль для транспортных нужд больницы. Соблюдение прав граждан на сохранность их жизни и здоровья – одна из основных задач прокуратуры. А обеспеченность медучреждений бывших военных городков региона далеко не идеальна. Спасти здоровье, а иногда и жизнь людям, которые отдали десятки лет почетному делу защиты Родины, нередко мешают транспортные проблемы. Аналогичные трудности испытывали и детские врачи. Маленький коллектив прокуратуры по соблюдению закона в военной сфере решил сделать подарок для Раздельнянской районной больницы в виде автомобиля. Мы знаем, что в этом районном центре много проживает бывших военнослужащих и членов их семей. Раньше наша прокуратура была военная и мы хорошо знаем нужды и потребности военных. И наш выбор выпал на автомобиль, чтобы в отдаленные села была оперативно оказана медицинская помощь нуждающимся больным, в первую очередь, конечно, детям. Подарок обошелся в 105 тысяч гривен. В прошлом году прокуратура Южного региона выполнила наполнение бюджета в 6 миллионов гривен. Поэтому и смогли обеспечить Раздельнянский район новеньким авто. Местные медики признаются, такого подарка они не ожидали. Хотя в транспорте, особенно при обслуживании детей, очень нуждались. Еще один плюс – эта машина будет брать в два раза меньше бензина. Автомобилям Нива по 23-24 года. И зачастую их техническое состояние таково, что выезжает куда-то на выезд машина, и во время выезда она просто ломается, и приходится направлять следующую машину, чтобы на буксире притягивать ее в больницу. И вот этот сегодня подарок, который нам сделала Южная прокуратура, это для нас просто неоценимый вклад в улучшение качества оказания медицинской помощи в первую очередь нашим детям. Ежегодно здесь рождаются 630 детишек, а в районе проживает более 14 тысяч детей. На обслуживании больницей 86 сел. А это все судьбы и здоровье сотен людей. Анна Волошина, Сергей Коняхин. Редактор субтitров А.Семкин Корректор А.Егорова